Всем привет, я Марта, и сегодня я бы хотела рассказать вам, как делать красивые фотографии зимой, рассказать некоторые свои секреты и так далее. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, раньше я также стеснялась делать фотографии, я просто искала места, где совсем нет людей. Или же их просто очень мало. Когда мы с Дианой, моей подругой, делали фотографии, я изучала свои такие удачные позы, удачные ракурсы, и мне это очень сильно помогло. Так как сейчас на какой-то красивой локации я не стою долго, я делаю несколько фотографий и ухожу. И никто даже меня не замечает. Со временем я просто перестала стесняться и начала фотографироваться в людных местах. Я поняла одну вещь, если вы не обращаете внимания, то люди просто проходят мимо. И все. Нужно только показать, что вы уверены в себе, и попробуйте сначала фотографироваться в таких не очень людных местах, чтобы выучить свои удачные ракурсы, позы и так далее. Это нормально, что люди фотографируются. И я бы хотела вам рассказать одну такую историю своей жизни, и тогда мы уже начнем. Когда-то мы с Дианой, моим другом, фотографировались на улице, я оставлю здесь фотографии с цветами, и это было возле дороги. И нам пришла идея сфотографироваться с розочкой. Вот так. И когда я так фотографировалась, какие-то парни остановились на светлофоре и просто начали орать, типа, посмотри, она кушает цветы. И начали мне фотографировать, начали смеяться, начали показывать пальцем. И в такие моменты я понимаю, что люди сошли с ума. Это очень смешно. Мы продолжали фотографироваться, и они уехали. Мы просто не обращали внимания. Это лучший выход в ситуации. Иногда мне кажется, что люди живут в 19 веке. Пишите в комментарии, было ли с вами что-то такое. Мне будет интересно почитать, буду вас лайкать и отвечать вам. Так что да. Давайте будем продолжать. Я расскажу, как делать зимние фотографии. Так вот, как нам известно, зимой солнце не очень сильно яркое и постоянно на улице как-то серо, мрачно. Так что я советую вам добавлять в свои фотографии какие-то детальки. Например, у меня есть такая чашка. Я просто купила какао и вымыла ее. Так что вы можете носить ее с собой. Она не слишком много занимает места. Или же добавить очки, что всегда будет выглядеть стильно. Любые очки. Также вы можете добавить бенгальские огни. Или же какие-то такие детальки. Будет выглядеть интересно. Если у вас скучная куртка, вы можете всегда найти в ней что-то интересное. Например, надеть капюшон и держать его руками. Тогда получится мило и, конечно же, привлечет внимание ваших подписчиков. Или же вы можете ее немного снять и поставить руки в карман. Если вы не боитесь холода, то вы можете, конечно же, одеть пальто. Но я вам советую взять его с собой в какой-то рюкзачок, чтобы вы не замерзли. Я считаю, что нужно профиль разбавлять разной верхней одеждой. Или же фоткаться без нее. Из пальто ваши фотографии будут выглядеть интереснее, милее. И к нему можете одеть шапку. Например, как я одевала. Или же вы можете одеть какой-то свитер и бутфорды. Или же какие-то каблуки. Или же просто кроссовки. Что также будет выглядеть стильно. И я думаю, что так вы намного разбавите свой профиль. Также, как и с курткой, вы можете снять немного пальто. Или же накинуть сверху. Если вы хотите фото без верхней одежды, вы можете сделать фотографию в свитере и юбке. Чтобы сделать образ более интересным, можете добавить какую-то бижутерию. Также можете добавить те же очки. И какие-то колечки можете поставить руку где-то к лицу. И будет выглядеть красиво. Не однообразно. Если вы хотите визуально удлинить ваши ноги, то вы можете одеть бутфорды. Или же другую обувь. Но попросите, чтобы ваш фотограф фотографировал вас снизу. Тогда ваши ноги будут максимально длинными. Если не полный рост, то станьте боком. Руки можно поставить ближе к лицу. Также вы можете поставить руку к волосам. Как-то поправлять. Я думаю, это беспроигрышный вариант. У меня много таких фотографий. И я довольно-таки часто поправляю свои волосы. Не знаю почему, не знаю. Также есть это правило, не забывайте о нем. Шею всегда должно быть видно. Потому что, когда мы закрываем плечом нашу шею, выглядит так, будто у нас ее просто нет. Не так ли? Посмотрите сами. Напишите в комментарии. И еще одно важное правило. Локоть нельзя направлять в камеру. Это выглядит просто ужасно, как по мне. Непрофессионально. И это довольно-таки сильно режет глаз. Так что старайтесь этого не делать. Я обожаю, когда фотографии солнечные. Когда на моей фотографии есть лучики солнца. Когда фотографии яркие. И свет просто божественный. То не нужно даже как-то обрабатывать свои фотографии. Потому что она идеальная. И даже если солнца нет на улице, я стараюсь добавлять какие-то блики. Если вы фотографируетесь в джинсах и каком-то свитшоте. Я вам советую сделать эту фотографию максимально живой. Вы можете как-то прыгать. Вы можете крутиться. Вы можете делать что хотите. Потому что когда я в свитере, в кедах или каких-то кроссах и джинсах. Я чувствую себя максимально свободным человеком. Не пингвином. Так что попробуйте и вы. Попробуйте максимально расслабиться. И чувствовать себя комфортно в кадре. И когда вы будете крутиться в кадре, в кадре очень круто выглядят ваши волосы. Если у вас длинные волосы или же короткие, все равно они будут выглядеть очень-очень круто. Это просто кайф. Это моя любовь. Я обожаю, когда волосы на фотографии как-то развиваются. И когда еще на них светит солнце. Это просто... Просто рай. Также на фотографиях вы можете сесть. Возьмите с собой что-то, чтобы вы не замерзли. Потому что простудиться очень легко. Потом быть дома 2-3 недели не очень сильно в кайф. Так что если вы уже и садитесь, то постелите себе что-то, чтобы вам было максимально тепло. Когда вы садитесь, можете приподнять немного пальчики, как балерина. Также вы можете сесть на край. Это позволит легче работать корпусом и ногами. И здесь такое же правило, как с локтями. Отвините ноги так, чтобы колени смотрели в сторону. Это также визуально удлинит ваши ноги. Если у вас нет человека, который мог бы вас сфотографировать. Или же вы просто болеете, но вдохновение есть. То я вам советую сделать эту фотографию не на улице, а дома. И вы можете это сделать сами. Для этого вам понадобится всего лишь штатив. Вы. Какие-то красивые предметы. Можете взять кота, если у вас есть. Или же другое животное. Если оно, конечно же, послушное. Если у вас нет штатива, это не беда. Вы можете сделать его сами. Вы можете взять любые предметы. Подушки, например. Или же какие-то блокнотики, книги. Поставить все это. Прикрепить. И у вас получится штатив. В этом нет ничего сложного. Я так делала очень-очень много раз. Только будьте осторожнее, чтобы телефон не упал и не разбился. Можно максимально фантазировать. И вам будет, конечно же, комфортно. Потому что вы у себя дома. Вас никто не видит. Вы можете делать все, что хотите. Вам никто не будет мешать. Никто не будет смотреть. И тыкать пальцем. Я думаю, это хорошая идея для начала. Только обращайте внимание на фон. Чтобы на нем не было каких-то лишних предметов, одежды. Так что пробуйте, экспериментируйте. И пишите в комментарии, стесняйтесь ли вы фотографироваться. Если нет, то пишите, как вы побороли это. Пишите какие-то свои секретики. Или же интересные истории. Мне будет интересно почитать. Я надеюсь, это видео вам было полезным. Хотя бы чуть-чуть. Или же максимально полезным. Всем спасибо за просмотр. Я вас всех целую, обнимаю. И всем пока. Я тебя прошу, ну заважай. Кузя, иди, иди туда. Ну иди, ну иди. Ну что ты мягко, иди. Ой. Там он не видел. Кузя, ты ведь Марта боится. Я уже за с вами мовчу. Обожнюю своего кота.